Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Проектная программа «Моя семья». Тема проектной программы. «Моя семья» – фотография, папа – глава семьи, роль – мама и так далее. Вы видите эту таблицу и легко можете понять, о чем идет речь. Получается, что объектом исследования такой проектной программы, если каждый из проектов будет исследовательский, мы будем исследовать свою семью, «Моя семья». А каждая тема проекта, она будет рассматривать семью с какой-то определенной точки зрения. То есть получается так, что если мы приняли за основу вот такую проектную программу, которая называется «Моя семья», то тогда «Моя семья» – это объект исследования, а «Моя семья» – фотография, или папа – глава семьи, или роль – мама в моей семье, или «Моя большая семья» – иметь в виду бабушки, дедушки, тети, дяди, даем, 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 не состоит и так далее. Это будет предмет исследования. Мы таким образом с вами потихонечку касаемся еще параллельно такой темы, такой объект и предмет исследований, как организовать исследовательский проект вообще на эту тему в частности. Я об этом уже много говорила в предыдущих вебинарах, но сейчас хотела бы подчеркнуть следующий момент, что «Моя ли семья» или какая-то другая тема проектной программы, мы сейчас еще несколько примеров рассмотрим, это лишь смысловой каркас. «Есть ли у нас метапредметный проект?» Потому что проекты, как известно, могут быть предметные, межпредметные и метапредметные. И самое интересное, что наиболее сложный, но и в то же время наиболее интересный – это метапредметный проект. Чем отличается предметный проект от метапредметного? То есть, когда мы исследуем какой-то объект окружающей действительности, то ли из области русского языка, то ли из области математики, физики, географии окружающего мира, и еще берем тему из определенного того или иного предмета, то когда мы организуем метапредметный проект, то тогда мы на примере любой темы, любой области знаний, любого исследования, любого объекта, мы главное свое внимание обращаем на метапредметные знания, умения и навыки. Ну, об этом чуточку позже, на конкретном примере наших дневников проекта. Потому что, когда мы организуем проект, любой исследовательский или информационный, то наш исследователь должен обязательно вести дневник. Ну, поскольку в начальной школе вести дневник ребенку, особенно в первом, в втором классе, достаточно сложно, но, тем не менее, все равно необходимо, то мы предлагаем вам готовые печатные дневники. Ну, об этом, опять же, чуточку позже сегодня, сейчас. Вот такая проектная программа «Мой город». Тема проектной программы. «Мой город» фотографии, «Моя улица» история фотографии, «Мой дом как крепость», «Школа, в которой я учусь» и так далее. То есть мы выбираем любой объект, который интересен в нашем городе, в нашем селе, в нашей местности, и рассматриваем его в качестве темы проекта. Это очень интересно, потому что, как известно, исследовательский проект, об этом тоже чуть позже поподробнее, он характеризуется тем, что мы никогда не знаем, чем закончится наше исследование, что мы там увидим, что мы посчитаем, вернее, мы выбираем, что мы хотим посчитать, но при этом мы не знаем, сколько будет этих объектов, каких они будут размеров, например, можно посчитать, ну, неважно, об этом чуточку позже, опять же. Итак, проектная программа «Мой город». Еще пример проектной программы. Природа. Природа вокруг нас, природа фотографий, наблюдение, наблюдаем за погодой, климат нашего края и так далее. Очень интересный исследовательский проект мы однажды организовали в начальной школе во втором классе, и темой исследования у нас было пределы изменений размеров листочка определенного дерева. То есть детки брали, подходили к дереву, догибали ветку и измеряли размеры листочков, и смотрели, какие листочки похожие, не похожие, одинаковый ли у них форма, одинаковый ли у них размер. Мы убедились в том, что оказывается на одном и том же дереве листья очень и очень разные, и научились считать, научились измерять, и много еще чего другого. При этом формировались все те навыки и универсальные учебные действия, которые обычно формируются при выполнении проекта. Но мы об этом очень много говорили, и я сейчас повторять не буду. Вот еще проектная программа «Человек». Тема проектной программы. «Я человек», чем человек отличается от животных, наблюдаем за людьми, какие они, чем люди отличаются, как человек изучает природу, зачем люди учатся в школе. То есть, короче говоря, когда мы берем проектную программу «Человек», здесь можно придумать бесконечное множество тем, и дети рассматривают человека комплексно, при этом, как мы уже выше сегодня упомянули, в логике проекта, а не какого-то конкретного предмета. То есть дети получают такое целостное мировоззрение, ой, целостное представление о человеке, и у них происходит очень мощное развитие мировоззрения. При этом обратите внимание, что в каждой проектной программе, которую мы сейчас рассматриваем, они составлены для начальной школы, некоторые из них были реализованы, некоторые остались в качестве программы. И что интересно, их здесь 16 этих проектов, и мы таким образом выстраиваем проекты, что в каждом классе по 2, 3, 4 или 5 проектов детки реализуют. Конечно, может так случиться, что данная проектная программа на тему «Человек» вдруг в данном конкретном классе надоест, либо вам, либо детям, и тогда вы можете, имеете право составить другую проектную программу, но важно то, что проектная программа помогает организовать, управлять, организовывать и управлять проектами. Какие же темы проектной программы для начальной школы предлагаем мы авторы дневников, о которых чуть позже скажу чуть подробнее еще раз. Итак, это не такие простые проекты, и не так легко было их составить. И в чем их смысл? Обратите внимание на тему «Дневник – зеркало моих действий». То есть, ребенок познакомится с дневником, с помощниками, которые ему помогают выполнять проектную работу. Но главное, что он учится понимать, что дневник отражает его действия. То есть, как он пишет, как он рисует, регулярно ли он ведет этот свой дневник и так далее. Поэтому тема дневника «Дневник – зеркало моих действий». И дальше мы вот эту тему отражения, которая сначала используется в наших темах как слово «зеркало», мы начинаем постепенно развивать. Обратите внимание, во-первых, это мета-предметные проекты. Все 12. Сначала у нас их было 16, но потом мы сократили количество проектов, потому что сочли, что все 16 за 4 первого года довольно сложно выполнить. И у нас простые проекты, первые 4 выполняются в первом классе, эти дневники уже существуют. Три проекта во втором классе, три проекта в третьем классе и два проекта в четвертом классе. Они достаточно сложные, им надо уделить достаточно большое внимание и торопиться здесь никак не следует. Тем более, что мы готовим ребенка в защите проекта. Сейчас это очень важно в школе. В девятом классе в защите уделяется огромное значение внимания. И мы учим детей защищать проекты, начиная с начальной школы. И в четвертом классе дети уже очень много чего освоили. И мы очень глубоко рассматриваем этот процесс защиты и тренируем детей на защиту. Смотрим дальше. Зеркало и его свойства. То есть мы рассматриваем свойства вообще-то любого объекта, учим детей выделять и описывать свойства объектов. Мы учим составлять протоколы, в которых дети при наблюдении записывают данные определенные, они анкетируют, они берут интервью, они проводят какие-то эксперименты и в конце концов составляют интеллект-карту. То есть мы еще и учим представлять информацию в виде интеллект-карты. Все это включено в дневники. Вы немножко некоторые фрагменты дневников увидите сегодня. И важно что? Что ребенок рассматривает зеркало и его свойства и учится понимать такое важное философское понятие и даже категорию, как отражение. Итак, зеркало отражает внешний вид любого объекта. Затем мы переходим на зеркало в моей жизни. Что это означает? Это означает, что не так важно рассматривать зеркало, как важно детей научить методам исследования. В данном случае мы учим детей посчитать, сколько раз ребенок, то есть я, заглядываю в зеркало в день в течение недели. Что для этого нужно? Нужно освоить метод счета. А как освоить то, чего как бы не видно? Ну я взглянула и взглянула. Так вот, дети осваивают такой метод счета, как перекладывание из одного кармашка в другой или из одного мешочка в другой и так далее. Просто какие-то предметы мелкие. И потом делают исключение. Но главное, это мета-предметный проект и дети учатся. Во-первых, понимать, что такое проект. Что проект состоит из трех этапов. Для этого весь дневник обеспечен определенными методическими инструментами, а зеркало в моей жизни это просто некий такой содержательный фон. Но мы убедились в том, что оказывается не всем детям нравится вообще зеркало. У нас есть один мальчик, который задел, а я вообще зеркало не видел. Однако все-таки он в проекте участвовал и считал и очень много чего учился. Затем, что животное видит в зеркале. Затем портрет как отражение. И мы рассматриваем портрет не на примере портрета человека, а дети рисуют портреты любимых сказочных героев. Затем мы переходим к автопортрету, наблюдаем за собой. Затем рассматриваем рассматриваем отражение в природе техники на примере перископа. Очень интересно, там очень много игр можно организовать с помощью перископа. Затем, что я знаю, что отражает мое сознание. То есть вы видите, что от проекта к проекту, я имею в виду, в нашей проектной программе у нас сама по себе тема и, собственно, взгляд на мир усложняется и усложняется. Потом мы говорим о литературном портрете и средствах создания литературного портрета, потом мы создаем литературный автопортрет и говорим о средствах, и мы учимся наблюдать с собой. Затем живое слово я, мир, слов, мир, жизнь. Вот такая проектная программа создана нами. Я имею в виду Матвея Вдалбова, Галина Ивановна, которая учитель в начальной школе. Понятно, что такой сложный метапредметный проект реализовать вот так вот вдруг очень сложно. И мы предлагаем, вот уже вышли, тут можно купить четыре дневника проекта. К этим дневникам, ну, сейчас готовятся другие, и концерт, в конечном счете, у нас будет 12 дневников для начальной школы, которыми вы можете воспользоваться и либо идти по этим дневникам, осваивая при этом наш метод формирования проектного мышления и универсальных учебных действий, осваивая наши инструменты, которые вы потом можете использовать в своей деятельности, организуя ваши проекты по любой другой проектной программе. Понятное дело, что для того, чтобы организовать этот проект, недостаточно иметь столько дневника, а нужно еще и методическое пособие, которое должно выйти, оно же в типографии, я думаю, в октябре появится в магазинах, вы можете его купить и воспользоваться для того, чтобы организовывать ваши проекты. При этом, даже если у вас будет какая-то другая проектная программа, то вы можете много методических моментов из этого пособия взять и использовать их при организации любой проектной программы, которую вы составите в соответствии с вашими запросами, интересами, запросами, интересами ваших детей. В этом методическом пособии даны 12 технологических карт проектов. Технологическая карта это, естественно, методический инструмент для учителя, который помогает спроектировать и организовать проектные деятельности. Структура и содержание проекта характеризуется этапами и проектными событиями, и поэтому в технологической карте эта структура проявлена и подробно описана именно таким образом. То есть вам дается последовательность прямо постраничное описание тех проектных событий, которые используются в структуре данного проекта, вообще любого проекта. Ну, понятно, что структура технологической карты любой, одна и та же, и она состоит из следующих разделов. Общая характеристика проекта в виде таблицы дана, планируемые и ожидаемые результаты проекта тоже в виде таблицы, организуемый управленческий блок состоит из шести разделов по этапам, то есть общая характеристика первого этапа погружения в тему, а мы знаем, говорили об этом очень много, что любой проект, независимо от того, какого он объема, на какую он тема, по какому направлению, гуманитарный, естественно, научный или социальный проект, или еще какой-то, не важно, всегда проект состоит из трех этапов, то есть это этап погружения в тему, затем этап основной идет, в данном случае если речь идет об исследовании проекте, это исследование, и, наконец, третий заключительный этап, в котором мы осуществляем защиту проекта и рефлексию на проделанную работу, и деятельность, и результаты этой работы, в том числе ее продукты. Так вот, каждая технологическая карта в этом методическом пособии последовательно и подробно описывает все эти три этапа. На описание одного проекта, то есть технологическая карта одного проекта, она состоит приблизительно из 20 лекистов печатных, и вы понимаете, там есть и ожидаемые результаты проекта, имеете в виду универсальные учебные действия, которые прямо по разделам регулятивные, познавательные, рефлексивные, они расписывают, что в каждом проекте какие результаты можно ожидать. Более того, поскольку мы предъявляем, вернее, предлагаем вам еще и дневник, который, если вы внимательно рассмотрите, вы увидите, что для формирования всех обещанных универсальных учебных действий там есть соответствующие разделы соответствующие странички. И поэтому ребенок, то есть мы это не просто обещаем, а ребенок действительно получает, вертикает эти умения. При составлении проектной программы, а именно такова наша тема сегодня, проектная программа в начальной школе, что это, как ее составить, очень важно заранее определить виды проектов. При этом надо отметить, что в одной и той же проектной программе могут быть проекты, допустим, там 16 или сколько, может быть меньше или больше, как вы сочетаете нужно составить такую программу для себя, если это будет ваша в нашем проекте. В нашей проектной программе это 12 проектов, и получается так, что мы все наши 12 проектов предполагали исследовательскими, соответственно, все наши проекты, основной этап этих проектов, он соответствует структуре исследования, и если ребенок 12 раз по нашей проектной программе из года в год, повторяя это неоднократно, повторит вот эти действия в определенной последовательности, то его сознание, его интеллект, который предназначен для обработки информации, он обязательно выявит какие-то общие закономерности, и ребенок, даже если ничего об этом не говорить, он будет понимать, что такое проект, и у него будет формироваться проект промышления. Мы об этом уже с вами на предыдущем вебинаре много раз говорили, поэтому опускаться в эту тему я глубоко не буду. Но при этом я хотела бы подчеркнуть и обратить ваше внимание на виды проектов. Вот существуют вот такие классификации по разным основаниям. Это классификация по предмету содержательной части, монотом, классификация по характеру управления с открытым, закрытым управлением, по продолжительности, по виду конечного продукта и так далее. Вы видите, я здесь просто собрала в одну кучку, чтобы глубоко не было удачи, но это для нас, для преподавателей, для руководителей проектов, когда мы его конструируем, планируем, то мы тогда для себя вот эти вот все вещи каким-то образом определяем, фиксируем и в этих рамках и действуем. Но ребенок должен в обязательном порядке понять, что у него за проект, который он будет выполнять. И вот для того, чтобы понять это, мы должны, во-первых, сами четко разобраться, чем, например, информационный проект отличается от исследовательства. Вот здесь дана характеристика информационного проекта, что это проект, который предполагает работу с информацией о каком-либо объекте, явлении там. Непосредственно с объектом не работает наш маленький исследователь. он работает только с информацией, с книгой, с каким-то человеком, которым об этом что-то рассказывает, с учебником, но не с самим объектом. Я изобразила это в виде вот такой простой схемки, яркой такой. Обратите внимание, на этой схеме отражены отношения исследователя с объектом исследователя в информационном проекте. Ну, для примера, взять гриб как объект исследования, просто это может быть любой объект внутреннего или внешнего мира. Наш исследователь, как он работает с этим объектом своего исследования? Не непосредственно. Он на гриб не смотрит в информационном проекте. А что он делает? Он рассматривает тексты, рисунки и иные источники информации о объекте. Самое интересное, что в исследовательском проекте, в том нашем исследовательском проекте, в том исследовательском проекте, который мы вам предложили в нашем дневниках, вот этот информационный проект, он по большому счету представляет собой первый этап исследовательского проекта, когда мы по объекте исследования предварительную информацию собираем. Мы имеем право заглянуть и в интернет, и в учебник, и в энциклопедию, и у кого-то что-то об этом спросить. И когда в сознании ребенка формируется некое информационное поле по объекте исследования, вот тогда он может поставить уже проблему, понять, от чего бы ему было интересно узнать с помощью самостоятельного собственного непосредственного исследования. И тогда начинается второй этап исследовательского проекта, по сути собственный исследовательский проект. Вот этот вот исследовательский проект, он решает исследовательскую задачу заранее, с заранее неизвестным результатом. Ну, вы здесь все это видите. Продукт проекта может быть научная статья с описанием и обоснованием метода исследования, выявленные закономерности, принципы, доклады, респрезентации. Тут тоже может быть много продуктов, о продуктах проекта мы уже говорили и еще будем говорить на каких-то других вебинарах, но данные я хотела обратить ваше внимание вот на эту схему еще раз. Если в информационном проекте или на первом этапе исследовательского проекта нашего ребенок не имел дела с объектом исследования, то на втором этапе он уже непосредственно наблюдает за объектом исследования с помощью какого-либо инструмента. Это может быть лупа, микроскоп, телескоп, это могут быть собственные глазки, но он наблюдает непосредственно за объектом исследования. Он его непосредственно измеряет, он непосредственно его трогает, щупает, глюхает и так далее. И тогда он собирает информацию лично, самостоятельно. И, кстати говоря, иногда дети исследуя какой-либо объект замечают такие интересные тонкости, которые взрослые не всегда заметят и не всегда опишут. Ну вот здесь приводятся примеры, когда ребенок каким-то образом уже непосредственно в своем собственном опыте добывает знания об объекте системы. Очень хотелось бы отметить, что творческий проект Что-то нет. Так, исследовательский творческий проект. Ага. Это я немножко забежала вперед, но слайд не там разместила. Существуют ролевые игровые проекты, мы о них не будем говорить, хотя там тоже может быть исследовательский этап, какой-то прежде чем что-либо создать, мы сначала этот объект исследуем. Но исследовательский проект, как правило, основной, второй этап проекта, мы это уже с вами поняли, существуют прикладные проекты, в прикладных проектах у нас тоже очень интересное отношение между исследователем и делателем, потому что прежде чем что-либо делать, сделать, мы должны этот объект аккуратно внимательно исследовать, посмотреть чертеж рисунок, расспросить, потрогать, а потом уже реализовать через какие-то материалы, то есть собственными ручками что-то такое создать. В данном случае тут показан пластилин, и ребенка с пластилина лепит этот гриль. Но мы можем безусловно в проектной программе предусмотреть и такие проекты, это прикладной проект, когда ребенок что-то делает своими руками, наряду с тем, что там могут быть исследовательские другие проекты. Вот интересный творческий проект, потому что творческий проект, он характеризуется очень, на мой взгляд, странно, когда нельзя рекоментировать ни алгоритм этого творческого проекта, ни структуру его, что там существует мнение, что проект характеризуется свободным творческим подходом к тропке проблемы, актуальности и к цели, и к ходу работы, и к презентации результатов, и ко всему остальному. Да, оно действительно так, но самое главное, что можно в творческом проекте, это следующее. Прежде чем что-то сотворить, ребенок должен понять, ну вот существует грипп, а почему я должен создавать какой-то другой, я имею в виду как пример, а почему всегда везде грипп, потому что чтобы легче было сравнивать и сопоставлять. Так вот, я же прежде чем что-нибудь сотворить, какой-то другой грипп, ну например, с двумя шляпками, поскольку всем нам больше нравятся шляпки, чем ножки, они вкуснее, то я должна очень много чего понять об этом гриппе, поэтому я могу здесь провести предварительно погружение в тему и через изучение источников, литературы, интервью и так далее, я могу посмотреть какие-то чертежи, какие-то книги, просто рассмотреть один грипп, другой грипп, третий грипп, что-то понять, заглянуть в его внутреннюю структуру, ну для более старших деток там уже можно говорить о геноинженерии, то есть я очень тщательно исследую объект прототип или объект аналог, и тогда выявив некие проблемы у этого объекта исследования, мне это не нравится, мне того не хватает или там чего-то другого не хватает, я тогда на основании уже получит данных подробно об объекте исследования могу создать другой объект, который будет лучше обладать новыми свойствами и так далее. Вот обратите внимание, что такой проект можно назвать заявка на изобретение, то есть это исключительно творческий проект, это инженерный проект, что очень важно, и если кто-то из вас когда-то имел дело и сталкивался с таким понятием как изобретательство, то прежде чем оформить изобретение, подается заявка на изобретение, и в этой заявке существует формула, что я предлагаю то-то и то-то, отличающиеся от существующих тем-то и тем-то. это очень серьезный такой подход, инженерный подход, очень важный, ребенок выполняет такой проект, очень много чему может научиться именно с точки зрения инженерных этих подходов проблемам. Итак, к чему мы обо всем, об этих разных видах проектов говорили, что когда мы с вами занимаемся созданием проектной программы, то мы должны предполагать, что одна и та же тема может звучать несколько иначе, в зависимости от того, какой вид проекта предпочитает тот или иной исполнитель. Ну, например, вот я готовя положение о проектах, причем не только для начальной школы, но и для основной школы, я заглянула все списки проектов, которые предлагаются в интернете. Этих списков бесконечные множества, причем они предлагаются как темы исследовательских проектов. Вот, например, давайте с вами посмотрим. Мне запомнила сбросить в глаза такая тема астрофизика. точка. Если астрофизика это тема исследовательского проекта, то интересно, какое конкретное исследование, с каким конкретным результатом и какие методы должен предварительно освоить ребенок, чтобы потом провести свое собственное исследование в области астрофизики. Это, безусловно, хорошая тема, естественно, она имеет право существовать, но как информационный проект. когда ребенок просматривает те или иные источники и создает либо обзор, либо какую-то статью, либо на основании исследований источников выявляет какие-то закономерности, но это не исследовательский проект в том смысле, в каком мы с вами сегодня обсудили. Итак, получается такая интересная вещь, что если я хочу, чтобы проект в моем классе на какую-то тему в рамках определенной проектной программы был бы исследовательским, значит, и в теме это тоже должно соответствующим образом себя проявить. Ну, например, я могу сказать погода. Ну, на тему погоды может быть информационный проект. Мы говорим о том, что такое погода, какая погода бывает и так далее, и просто ссылаемся на какие-то источники. но я могу сказать, какие факторы влияют на погоду. Например, можно ли определить погоду по цвету облаков, по цвету неба или еще. То есть, короче говоря, ребенок, мы должны так сформулировать тему проекта и цель проектной программы самого проекта, чтобы уже по этой цели ребенок мог планировать и осуществлять те действия, которые мы можем назвать исследованием. Потому что исследование предполагает не только выявление проблемы, актуальности, формулирование и выделение объекта, предмета исследования, формулирование дипотезы, составление плана исследования, выбор источников информации предварительной, выбор способов представления информации, выбор методов исследования, в конце концов само исследование, такова структура любого исследовательского проекта, которая должна быть подобна структуре тех исследований, которые проводятся в научно-исследовательском институте. Затем, когда мы исследуем, то есть наблюдаем или реализуем какой-то эксперимент, мы должны непременно составлять протоколы, и в этих протоколах тщательно фиксировать данные своих наблюдений и измерений. При этом сами протоколы, вот мы-то в наших дневниках предлагаем эти протоколы, и ребенок их только заполняет, приобретая тем самым опыт работы с протоколом, составления протоколов и обработки информации в этих протоколах. При этом протокол предполагает обязательное представление даты и каких-то комментариев. И все это должен ребенок узнать и получить соответствующий опыт уже в начальной школе при выполнении наших проектов. Именно тогда будет у него сформировано проектное мышление и очень многие универсальные учебные действия, такие как наблюдение, анализ, синтез, классификация и многое-многое другое, что без введения протокола в исследовательском проекте практически невозможно. Очень важный момент при планировании и исследовании, это второй этап нашего проекта, это формулирование цели. Ну и темы соответственно. Вот давайте с вами например посмотрим вот такие вот моменты. Самый сложный проект, как мы уже отмечали сегодня и ранее, это метапредметный проект. В метапредметном проекте само содержание и сама тема носят второстепенный характер, хотя ребенку это очень интересно. Что касается метапредметных каких-то моментов в проекте, ребенок равнодушен к этому, как правило, поначалу. Потом он уже начинает понимать суть проекта при формировании его универсальных учебных действий или умении учиться. Но это где-то в третьем, четвертом классе. А в первом, в втором ребенка этого не понимает, он просто что-то исследует. Ему интересно. Ему интересно осваивать метод. Ему интересно исполнять протоколы. Ему интересно обрабатывать эти протоколы. Ему интересно потом строить графики по этим протоколам. Потом ему интересно, как вы убедились, и составлять презентацию, составлять доклад. Ну и собственно доклады участия в каких-то научных конференциях, иногда даже общешкольных, это тоже очень интересно. Но я хочу обратить внимание на цели и темы проектной программы, в которой реализуется именно метапредметный подход. Обратите внимание, как ставится цель. Формирование проектного мышления и универсальных учебных действий. Видите, какая тема. В процессе наблюдения за природными явлениями в проектной программе познание природы посредством наблюдения. Вы же понимаете, как много тем нужно составить, подобрать под эту проектную программу. Понятно, это может быть и для первого класса темы, и для второго класса, и для третьего, и для четвертого, и более того, даже для основной школы. Особенно, если в начальной школе у детей проектов не было. Другая проектная программа звучит «Традиции ценности русской национальной культуры истории быта». Это проектная программа, это ее название. Правда, вот эта проектная программа можно бесконечно, бесчислено всем проектам, но цель этой программы и, соответственно, цель каждого проекта всегда, если это мета-предметный проект, будет начинаться формирование проектного мышления, универсальных учебных действий, а также воспитание гражданина патриота, знающий, любящий историю и так далее. Получается, чем отличается мета-предметный проект от предметного или межпредметного? Все равно. Вот этой формировкой цели формирования проектного мышления на такой материале? В процессе наблюдения за тем, или в процессе исследования школьниками традиции ценностей национальной культуры, ценностей. Или формирование проектного мышления и универсальных учебных действий в процессе исследования родного языка в проектной программе слова и человека и так далее и тому подобное. Ну, поскольку вы очень, как правило, народ грамотный, умеете преподавать, составлять всякие программы и так далее, я думаю, принцип вы уловили и поняли, чем мета-предметный проектная программа отличается от его зубой. Например, это может быть не мета-предметный, а просто познание природы посредственного людей. Тогда естественно цели будут формулируются иначе и темы соответствуют тоже. То есть тогда в центре нашего внимания будет не формирование проектного мышления и универсальных темных действий, а будет просто познание какого-то конкретного объекта нашей окружающей степени. степени 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 и степени естественно в мета-предметном проекте. Почему я так много внимания уделяю сейчас разговору о мета-предметных проектах, потому что это наиболее сложный проект, в отличие от предметных и межпредметных, которыми, как правило, довольно легко организовывать. Если особенно поняли, что структура проекта всегда трехфазная или трехэтапная, если мы правильно организовали вот эти три этапа и выстроили их в виде последствий проектных событий, кстати, напоминаю, что такое проектное событие, например, целеполагание, это проектное событие, у которого есть начало, есть конец, есть определенный результат. При этом результат предыдущего проектного события является входными данными. вот этот результат составляет входные данные к следующему проектному событию. Значит, целеполагание, затем плане, затем выбор метода исследования, затем собственное исследование, и вот это и есть последствия проектных событий. На первом этапе проектного события может быть мозговой шторм, когда мы просто выясняем, что мы знаем по тому или любому поводу. У этого мозгового шторма есть свои правила, есть свое начало, свой конец, своя цель, свои шаги, свой алгоритм. И, кстати, в методическом пособии, там есть раздел, который так называется проектные события, в котором перечислены самые главные проектные события, которые обычно составляют ту или иную часть самого проектного процесса, и при этом дается описание, во-первых, что это такое, и алгоритм действий по реализации этого события, характеристики его, и дается список тех универсальных учебных действий, которые формируются в том или ином проектном событии, то есть действий в этом конкретном. И что интересно, что вы можете взять это методическое пособие и, проформировая своих программ, из характеристик этих проектных событий, выписывать, не придумывать, не мучиться, а просто взять за образец что-то можно при этом переформулировать, что-то преобразовать, что-то добавить, на что-то не обращать внимания, но, по крайней мере, как такое вспомогательное средство, вспомогательный инструмент, вот это описание характеристик и проектных событий, они могут вам помочь. Вот, мы сейчас все ближе и ближе к делу школьной жизни, к тому, что, собственно, такая проектная программа и один из важнейших моментов, это кто должен составлять, удовлетворять эту программу, то есть проект и одну программу, в школе может быть одна программа, может быть несколько проектных программ и при этом это влечет за собой очень серьезные изменения в структурном управлении школы. Вот сейчас мы об этом с вами поговорим и вы должны это знать. Итак, кто должен составлять и удовлетворять проектную программу? Понятное дело, что, когда вы преподаете, например, русский язык в начальной школе, то есть тоже сообразный проект, то есть освоение школьниками русского языка грамотного письма и так далее. И что такое учебники и что такое рабочие тетради и что такое методическое пособие, вы прекрасно знаете. И понятно, что никому в голову не придет поручить учителю начальной школы при той нагрузке, при той основной деятельности, которая требуется от учителя начальной школы, то есть научить ребенка тому и другому и воспитать его еще много чего такого сделает и вдруг ему поручить составлять вот эти задания, учебники, методические пособия или еще что-то подобное. Разработать проект это задача не менее сложная, чем подготовить учебно-методический комплект по тому или иному предмету. И поэтому кто-то должен этим очень серьезно заниматься. А. Достаточно познакомиться со структурой общей характеристики проекта любого. Давайте рассмотрим ее. То есть посмотрим, заглянем вглубь. Что же такое проектная программа? Какая у нее внутренняя структура? О чем там может говориться? Ну, прежде всего название проектной программы и предмет и область на несколько названий рассмотрений. актуальность проектной программы. То есть нужно определить, актуально ли это сегодня, кто это должен придумать и кто должен это все разрабатывать. Есть такой раздел, методологические проблемы, которые решают проектная программа. А что такое методологические проблемы? Одна из главных методологических проблем, если кто-нибудь забыл, что это такое, мы об этом затворили, это формирование осознанности действий, это применение каких-то инструментов с помощью методических имеется виду, с помощью которых можно обратить внимание ребенка на не на объект изучения, а где объектом изучения для самого ребенка является он сам, когда он может ответить на вопросы, что я делаю, зачем я это делаю, как я это делаю, то есть это те самые рефлексивные универсальные учебные действия, которые от нас требуются, вот всем этим заниматься медиологией и именно методологическую проблему мы должны решить, и об этом, обо всем в проектной программе, в этой объяснительной записке нужно написать, это все очень непросто, нужно прописать цель проектной программы, вы об этом коротко сейчас сказали, и прописать цели и задачи каждого проекта, это тоже очень легко, нужно подобрать смысловое содержание проектной программы, то есть как бы обеспечить некий смысловой каркас, чтобы эта проектная деятельность ребенка не была субордной, то о том, то об этом, и когда идет защита проекта, то очень сложно переключаться, с одной стороны, в этом тоже что-то есть, ничего страшного, но по большому счету это неправильно, это в этом нет системности последовательности постоянства, что, а именно эти принципы у нас являются основополагающими при обучении, в том числе при проектной деятельности, и вот наше содержание смысловое, это не шпорт, мы об этом уже говорим, виды, формы деятельности, индивидуальные, парно-групповые, это нужно все продумать, посмотреть, каким-то образом обосновать и описать в этой объяснительной записке характер контактов, неправильно, сетеволия похожа, состав участника проекта, ну это довольно просто, сфера применения результата, на первый взгляд вроде бы как ничего страшного, но это тоже довольно сложный момент, когда вы возьметесь его в профессию, ожидаемо планируем метапредметные результаты проектной программы, понятное дело, что результаты проектной программы, метапредметные, они складываются из тех результатов, которые, из результатов каждого проекта, а в каждом проекте это надо прописать, а проект состоит из последних событий, а каждое проектное событие дает свои какие-то результаты, и это все нужно где-то как-то видеть, понимать, каким-то образом все это обобщать, и естественно это достаточно сложно для одного человека, я имею в виду для учителя, которые в данном классе собираются провести серию проектов, которые подчиняются определенной проектной программе, а не просто какая-то сумбурная проектная деятельность, и более того, если это не действительно проектная деятельность, а не имитация проектной деятельности. Итак, ну понятно, нужно прописать использование технологии, деятельность проектной программы, вычислить и прочее. Вот, что необходимо знать и составлять, и понятно, что одному учителю такая вот оформительская, прежде всего, не наследие работы, безусловно, не под силу. Кто-то это все равно делает по ночам и ложится в два часа ночи, но это никому не на пользу. И вот я решила посмотреть, каково же место проекта в системе управления современной школой. Просмотрев бесчисленное множество вот этих структур управления в школе, ни одна структура управления не похожа на другую. Ну там есть, конечно, какие-то общие элементы, такие как директор, как царет школы, как зам директора, как методические объединения разного характера. Ну, понятно, учителя, родители, учащиеся, это есть в каждой схеме управления, но они все очень разные. Очень интересно их рассматривать, изучать. Вот так вот я вам на скидку покажу, как оформляются эти схемы управления. Они бывают более сложные, менее сложные и в зависимости, конечно, школы. Есть школы большие, есть школы маленькие, есть школы сельские, есть школы городские, есть гимназии и так далее. И ни одна структура управления не повторяет другую. Все они бесконечно разные, и элементы там есть всевозможные, разные, и вы должны это понимать. И только в одной из бесчисленного множества просмотрена одной вот этих схем организационной структуры управления только в одной школа вероятно московская, а может еще я даже не знаю, выдела не в этом. И когда я посмотрела структуру этой школы, то я там нашла слово проект, причем в каком сочетании? Школьная проектная команда. И к этому, к этой схеме организационную структуру управления школой было приложено описание. И там каждый из этих элементиков, нам всем известно, кто такой директор школы, кто такой управляющий школы, педагогический совет и все остальное. Вот видите, тут есть и социальный педагог, и библиотека, и все остальное. И все они подробно описаны, что есть что. А про школьную программу элементик появился, а кто такая школьная проектная команда? Там ничего не сказано. Это очень интересный момент, по всей видимости, не знали, что по этому поводу сказать. Есть еще такая интересная структура управления, в которой, если посмотреть, то тут про проекты ничего не сказано, но зато есть внеурочная деятельность, как некий элемент управления, дополнительное образование, которое, можно сказать, как там объединены, по всей видимости, в этой школе считают, что это разные вещи. Есть еще здесь же очень интересный такой элемент, который называется творческие и проблемные группы. Я тоже нашла, что это такое, что здесь подразумевается и что имеет в виду составитель этой структуры управления школой, но они знают, что это такое, но слово проект нигде не звучит. Чтобы немножко обобщить и не показывать вам бесчисленное множество этих структур управления, все-таки надо отдать должное и отметить, что школы создаются под влиянием развития требований к школе, под влиянием более конкретной реализации ГОСовских каких-то требований, какие-то временные творческие лаборатории. Где-то создаются научно-исследовательские группы и коллективы, научно-методические советы. Они, кстати, то появляются в школе, там есть замка на научно-методической работе, то они исчезают, я имею в виду, даже в истории развития школы, я несколько школ таких знаю, вот какие-то проблемные семинары, какие-то школы-учители-экспериментаторы, это все имеет отношение к нашей деятельности. Кстати, есть мнение, что не бывает научно-исследовательских проектов, что вообще по этому поводу бесконечно множество мнений, не совпадающих друг с другом. И в одной школе, и вот мы сейчас пытаемся создать методичек в нашей школе, в которой работает Галина Ивановна Долгова, методическое объединение руководителей проекта. И, кстати говоря, про проектную группу. Вот в настоящий момент в нашей школе, это школа номер 4 Горн-Жуковского в Московской области, уже такая группа проектная организовалась, кто в нее входит. Это я, как научно-владитель этой проектной группы, Галина Ивановна, как учитель начальной школы, так, как в эти дневнику, и исполнитель, отработчик каких-то фрагментов проекта в целом в начальной школе, в соответствии с нашей проектной программой завод школы и директор школы. И вот мы сейчас вместе готовим городской семинар. То есть, короче говоря, я так понимаю, это мое мнение, что проектную группу, которая может быть организована в школе, но не просто организована, такая группа может существовать, но она носит неформальный, неофициальный характер, а работа, огромная, колоссальная. Вот наша школа, она тоже еще носит неформальный характер. То есть, мы существуем, но мы нигде не зафиксированы. Вот что интересно. И, конечно, мы должны проводить в каждой своей школе определенную работу для того, чтобы привести структуру управления школой в порядок в определенный соответствии с теми требованиями, с теми обстоятельствами, в которых мы сейчас находимся. И вот я взяла какую-то структуру управления школой и попыталась здесь показать, какие могут быть два варианта для определения места проектной программы в структуре управления школой. При этом в каких-то статьях можно услышать, что проектная программа как-то упоминается, но при этом говорится о том, что проектная программа является частью программы развития образовательных учреждений. Но вот в нашей школе этого пока нет, вот этой программы развития я, по крайней мере, ее не видела. И занимается в проектной группе, как-то нас курирует заучи-директор. Но формально нас нигде нет. Так вот, здесь я предлагаю вам взять одно из возможных предложений и, возможно, обсудить это в своей школе и предложить структуру управления школой вставить вот эти интересные элементы, связанные с проектом. Что же это за элементы? Ну, первый вариант, когда появляется новая должностная единица, это заместитель директора по проектной работе. И поскольку сейчас, особенно в девятых классах, требуется непременно в этом году подготовить детей к защите, а подготовить ребенка к защите, это значит, нужно организовать его проектную деятельность, в противном случае его никак не подготовишь, это значит, нужно разработать целый пакет документов, чуть позже мы поподробнее поговорим, и что получается? Кто-то должен для этого отвечать. То есть, либо директор лично, либо организуется такая должность, непонятно, это должно быть при решении на государственном уровне, заместитель директора по проектной работе. Потому что, смотрите, по хозяйственной работе есть, по административной, по основной учебно-вседательной работе есть, заместитель директора по воспитательной работе, есть иногда и какие-то другие, есть различные школьные методические объединения, и вы смотрите, есть методическое объединение классных руководителей, есть методическое объединение предметников по предметам, а, например, почему не организовать школьные методические объединения научных руководителей проектов, потому что у научного руководителя проектов есть свои проблемы, при этом отношение научного руководителя с детками, с обучающимся, оно может быть весьма сложное, потому что если мы создаем ту или иную проектную программу, она может носить предметный, метапредметный, межпредметный характер, мы коротко уже упомянули примеры различных проектных программ, то никто не сказал, что в этой проектной программе должен руководить специалист этой, той или иной предметной области, к которой относится тема проектной программы. И получается так, что один и тот же научный руководитель или одну и ту же проектную программу могут выбрать детки, поскольку проект выбирается по интересам, по способностям, возможностям, по потребностям каким-то образовательным. из разных параллелей, то есть это может быть и из четвертого класса, например, в одной и той же проектной программе, из пятого класса, из восьмого класса, из девятого класса, а в другой проектной программе могут принимать участие детки только седьмого класса, а в третьей там тоже разные. То есть, короче говоря, здесь есть о чем поговорить, есть что обсудить, и именно заместитель директора школы, он отвечает за курирование, разработку, создание, корректировку из года в год, за пакеты документов, за распространение этих пакетов документов. Сейчас мы с вами поговорим о том, какие нужны конкретные документы для того, чтобы достойно не имитировать, а именно организовать проекты в рамках той или иной проектной программы. Ну и, естественно, это список научных руководителей, и научных руководителей выходят, собственно, на обучающихся и ведут конституционную, организационную и контрольную деятельность по проектам. Время пришло, чтобы мы в структуру управления школой что-нибудь в этом духе, вот такие элементы предложили. На категорическом совете каждый из вас может это предложить, потому что презентация, она, прием, можете скачать и пользоваться ею так, как вы считаете нужно. Другой вариант, это когда есть заместитель директора, а можно, опять же, вот это школьное методическое объединение руководителей проекта, починить заместителю директора по учебно-цепитательной работе, потому что есть такие маленькие школьники, в которых только один заместитель, и вряд ли там создадут еще одну ставку. Скорее всего, многие не выделят, и тогда все это будет подчиняться заместитель директора по учебной работе, в основном, из артилектора. Вот такая школа, то есть такая структура управления. Итак, при этом хочу напомнить, что проект в начальной школе, то есть каждый из проектов в этой проектной программе, это особая форма активного деятельностного обучения, но это все знают, но не все понимают, что это прежде всего принцип отношений между участниками проекта. То есть принцип сотрудничества, взаимопонимания, взаимопомощи, и участники проекта, включая руководителя, вполне могут обращаться друг к другу с таким замечательным, красивым именем, так как мы с вами общаемся, коллеги, дорогие, то есть коллеги по исследованию. Это очень важный момент с точки зрения формирования каких-то личностных качеств наших детей и воспитания детей. Но главный проект – это инструмент развития интереса в процессе познания, в учебном процессе, в процессе развития пустомственной деятельности. И вот этого у проекта никто не один. Ну это так, лишние напоминания, по сути, это все знают, и тем не менее стоит иногда работать. Вот теперь, поскольку у вас, у многих в школах проектных программ, наверное, нет. Но вот сейчас, будьте так добры, если у кого-то в школе есть какая-то проектная программа, которая кем-то курируется, поставьте, пожалуйста, плюсики. Будьте так добры. Есть такая школа? Или нет? Тогда поставьте минус или слово нет, скажите. Ага. Вот уже есть. У Марии, у Светланы. Ага, у Светланы нет. Значит, у кого-то у Натальи нет. Опять нет, нет, нет. И опять нет, и опять нет, и опять нет, и опять нет. Ну вот, слава Богу, что все-таки школы, в которых это есть, появляются. Но лиха беда начала, как говорят. И когда, ага, вот у Елены, у Дотовой есть. Тут многие опять пишут нет. Итак, если она есть, то тогда, возможно, вам здесь что-то понравится, и вы внесете свои рационализаторские предложения. Так, опять нет. На педагогическом совете, потому что сейчас заканчивается сентябрь и в октябре, по большому счету, по всем правилам, вот видите, тоже нет и нет, должны быть допущены проекты. И запустить проект, это не значит раздать темы. Раздать темы, это значит озадачить, ошарашить, испугать. Вот пишут нет, нет и нет. А для того, чтобы не озадачить, не испугать, не ошарашить, а именно запустить вот этот проектный процесс, ну, должна быть проектная программа составлена. Понятно, что изначально эта проектная программа, она может быть несовершенной, в ней может быть там какие-то пробелы, какие-то неточности, какое-то еще непонимание, и как составить, и что с этим делать. Но начинать надо, потому что если вот по этому алгоритму не действовать, тогда ничего хорошего не получится. Когда это будет опять пропанация, опять дети будут где-то что-то как-то делать, скорее имитировать проект, а собственно того, чего бы мы хотели добиться, то есть истинного формирования проектного мышления и понимания, что это такое, и таким образом подготовки к будущей деятельности, потому что любая наша деятельность, что бы мы ни делали, это проект. Даже если мы хотим просто забить гвоздь, то это тоже маленький проект, ну, ты повесишь, ну, допустим, фотографию любимого человека или там еще что-то, какую-то картинку, то что мы делаем? Мы для начала, проектной программы нет, но здесь мы решаем проектные задачи. Ага, понятно, замечательно, просто чудесно. Но я так думаю, что если вы вашу деятельность еще и организуете, оформите в виде вот этих вот пакетов документов, о которых я сейчас вам скажу, то я так думаю, что вы будете на высоте, и вам легко будет и протестацию пройти, и вообще, если что ли это будет принято, я, конечно, не вдруг, не сразу, постепенно, последовательно, то думаю, что наши дети получат большую пользу от этого. Итак, во-первых, мы должны осознать необходимое создание проектных программ или проектных программ. В школе проектная программа может быть одна, а может быть много, в зависимости от разных факторов, от конкретного состава, педагогического, от конкретных деток, от конкретной местности, там, то ли это в городе, то ли это какая-нибудь маленькая школа где-нибудь на селе. Но в любом случае проектная программа очень даже полезна. Выявляем методом наблюдения, опроса, анкетирования, интересы, способности, образовательные потребности обучающихся к направлениям, то наши детки больше их интересуют. Гуманитарная, естественно, научная, инженерная, техническая, социальная, творческая, ну, творческая, вот, например, творческая инженерная, там, какой-то. Одним словом, выявляем все это, и тогда мы уже в состоянии для своей конкретной школы сформировать тему проектной программы. Ну, и далее, знаете, формулировать темы, цели и задачи, во-первых, каждой проектной программы, если у нас их несколько, одной, если она у нас одна, и при постановке целей и задачи необходимо назвать критерии качества их осуществления. Это очень важно. Этой теме можно посвятить целый вебинар, что мы как-нибудь и сделаем с вами в ближайшем будущем, но в данный момент я просто про алгоритм, иначе просто не успею рассказать и подвести итоги. Формулирование тем проекта, каждой проектной программы, вот, это мы делаем обычно в мае-июне месяце. Дальше интересный момент. Когда мы создали эту проектную программу, мы должны подключить школьников, детей к этому процессу. Понятно, что с чего-то надо начинать, вот мы проделали эту работу, алгоритм, который мы только что обсудили, и мы начинаем эти проектные программы обсуждать по классу. Корректируйте их, дополняйте изменения. Вот это уже начало запуска проектного процесса. Потому что дети начинают понимать, что от них требуют ничего-то такого непонятного, что всегда страшно и отталкивает, пугает, вызывает отвращение, вызывает нежелание, вызывает всякие неприятные ощущения. И даже вплоть до соматических заболеваний у детей, таких ответственных по своей натуре. И когда мы обсуждаем это по классам, каждый в праве и в состоянии внести туда что-то свое. И тогда эта программа в процессе обсуждения уже начинает принадлежать каждому ребенку, что очень и очень важно. Составление проектной группой пакета документов. Ну что такое проектная группа, я уже сказала выше. То есть проектная группа это те инициативные работники школы. Это могут быть члены администрации, там сам директор, или кто-то из предметников, или кто-то из начальной школы. Но, как правило, как-то вот так я пока сталкиваюсь, начальная школа, она наиболее активна, наиболее продуктивна в этом плане. И учителя, по целому ряду причин, я даже иногда думаю, потому что перед учителем пусть 40 человек, но лучше если там 30 или 20, но у него одни и те же, одна и та же такая относительно небольшая группа детей. А если мы возьмем предметника, у которого один час в неделю, например, учителя информатики, которым я работала много-много-много лет, то через меня, вот я работала в школе, в которой было 700 слышим человеком, с первого по 11 класс я преподавала информатику. И через меня еженедельно проходило 700 человек. Ну, дальше комментарий звучит. Итак, что же это за пакет документов, который создает вот эта проектная группа? Или какая-то, ну, я бы ее еще назвала, инициативная проектная группа? Вы, прослушав и участвовав в этом вебинаре, вполне можете стать таким инициативным ядром, вокруг которого уже будет формироваться какая-то проектная группа из ваших коллег. Пакет документов такой, новая структура управления школой. Ну, и структура управления школой, она, как правило, в каждой школе существует, что нужно там изменить, это мы с вами обсудили. То есть добавить туда какие-то элементы, ну, например, просто писать где-то проектную группу и кому-то ее починить, а дальше постепенно это все будет развиваться. Обязательно составить проектную программу, одну или пакет проектных программ, в зависимости от того исследования, которое вы предварительно проведете. При этом вот это само исследование, составление проектной программы, это может быть замечательным социальным проектом для ваших девятиклассников, которые могут вот эту большую, трудоемкую работу, анкетирование, там, интеллигирование и так далее провести. Так, разработка положения проекте. Положение проекте мы в ближайшем будущем тоже на одном из вебинаров рассмотрим. Мы его готовим, оно очень интересное и определяет поведение каждого участника проектных событий. Положение методического объединения, я имею в виду руководителей проектов или науковых руководителей, и создание методического... Ага, положение, во-первых, нужно разработать, и создать методическое объединение в воздействии проекта. И тогда, понятное дело, для чего существует методическое объединение, все знают, что там можно обсуждать какие-то текущие проблемы, будет опытом и так далее. Дальше. Обсуждение пакет документов на заседание педагогического совета. Это тоже очень интересная тема. Рекомендации проектных программ к реализации. То есть после того, как этот пакет документов проходит через Петсовет, то тогда он уже спускается вниз и реализуется. Но это уже никому не страшно, это никому никак снег на голову, потому что все это уже предварительно уздалось. Это считайте предварительно предварительно референдум, если сравнивать с какими-то политическими событиями. Ну и, наконец, утверждение пакет документов директором СКОО. И тогда все вот эти положения, все эти программы, все эти объединения, они уже приобретают официальный статус. То есть, понятное дело, каким-то образом, наверное, за это нужно доплачивать или что-то. Но под лежачий камень вода не течет, и если мы не будем проявлять соответствующие затели, то ничего у нас не получится. И отсюда запуск проектов. То есть, что значит запустить проект? Это еще раз обсудить весь пакет документов по классам и исполнять вот этот алгоритм проектирования. Алгоритм проектирования я в данном случае с вами пока не обсуждаю, потому что это очень долго. Интересно, важно, но долго. Я думаю, что это будет в следующем вашем, в одном из следующих вебинаров. Итак, здесь дается характеристика, общая характеристика проекта. То есть, что мы должны в каждом проекте написать, составить и описать. Она немножко похожа на общую характеристику проектной программы, но с некими нюансами. Вот я хотела обратить еще особое внимание на то, что каждый участник проектных событий должен вести свой дневник в обязательном порядке. Этот дневник проекта, это управляющий объект, инструмент, который в соответствии со своими путями ведет ребенка, мы говорим о начальной школе, по всем этапам. И в этом смысле дневник проекта для начальной школы, его дети вести, особенно в первом и втором классе, еще не могут. Поэтому мы предлагаем дневники печатные, которые имеют общую внутреннюю культуру. Я сейчас коротко пробегусь, потому что у нас осталось всего 5 минут. У нас, я сейчас посмотрю, есть ли у нас вопросы. Ага, так, вопросы есть. Не успели скачать, но я думаю, что вам посоветуют, как это сделать. Итак, дневник проекта отражает весь процесс проектной работы. Я имею в виду печатный дневник. Здесь есть несколько страниц. Это дневник для первого класса, один из, в котором идет этап погружения в тему. Вот эта ромашка голубенькая, она означает, что мы закончили погружение в тему и планируем нашу исследовательскую работу. Затем идет основной исследовательский этап, который завершается заполнением каких-то протоколов или каких-то интеллект-карт. Короче говоря, дети работают с документами, фиксируют свои наблюдения или экспериментальные данные. Все это фиксируется, обрабатывается. Дальше идет рефлексивный момент, когда детям задаются определенные вопросы. Потом дети составляют макет презентации. Кто-то им помогает, презентацию сделав в электронном виде, если они сами еще не могут. Но ребенок с помощью дневника просматривает всю свою деятельность. Если бы, как мы помним, дневник – это отражение моей деятельности, они это усвоили при выполнении первого проекта. Все наши проекты неопределены. Тут есть словарь, тут есть рефлексивные моменты, тут есть определенные тренинги. И вот все дневники, они вот в этой структуре представлены. Дневник – это методическое пособие для ребенка, потому что здесь что-то ему объясняется, даются правила мозгового штурма, например. Эти правила в ходе мозгового штурма все вспоминают, высказывают идеи, запиши их. То есть, опять же, это своеобразный протокол этого мозгового штурма. Это одна из страниц, таких страниц много. Здесь в дневниках говорится о том, что такое проект и из каких этапов состоит, как эти этапы называются. Ребенок все это читает, на какие-то вопросы отвечает. Он никаких экзаменов не сдает, контрольные не пишут оценок по этому поводу, не получает. Он просто отмечает свое настроение, ему это нравится. Вот тебе интересно участвовать в проекте? Отметь нужное. Ребенок обращает на себя внимание, и тут везде каждая страничка напичкана вот такими методическими инструментами, шкалами всевозможными, с которыми ребенок работает, и его интеллект, его сознание постепенно, в его сознании формируются какие-то такие вот штампы, и одним том формируется проектное мышление. Это вот тоже странички из дневников. Там есть план работы более подробный, и есть какие-то тренинги, есть какие-то словари. Ребенок постоянно на каждой страничке что-то рисует, что-то делает, и мы таким образом, введя ребенка по пути, который мы называем проектом, от цели к ожидаемому, планируемому результату, и на каждой страничке ребенок что-то делает, 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 и по сути он приобретает опыт проектной работы. И постепенно, когда это будет третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый проект, у ребенка начинает появляться ощущение вот этой структуры, понимание ее, и наряду с тем, что он очень глубоко и погружается в какие-то достаточно интересные темы. Ну, вот, например, сколько раз, вот, смотрите, у нас исследовательский этап основной состоит из восьми шагов, и вот этот шаг каждый раз отмечается на страничке, на каком шаге он находится, и вот ребенок понимает, что он в обязательном порядке, и каждый раз должен говорить о методе. Одним словом, вот этот дневник, он очень четко формирует опыт, проектный опыт ребенка, и что самое главное, что учитель практически с листа, особенно если он заранее прочитал технологическую карту проекта, может вести вот эту проектную деятельность в классе, и не поручать выполнение проекта, собственно, родителям, что вызывает и недовольство, и фактически так не было параллельный выстрел. То есть проект вроде сделан, а у ребенка никаких навыков в проектной деятельности не сформировалось. Вот. Ну, вот здесь, видите, куча, я показала несколько страничек, в которых есть протоколы, ребенок учится понимать, что такое протокол, как его составлять, как его обрабатывать. Тут в дневнике есть вспомогательный материал, есть критерии выбора лучшей фотографии и всякие положения о выставке, например. И вот постоянно, точно так же, как и по другим предметам, выполняя какие-то упражнения, пропуская по две клеточки между предыдущим и последующим примером или там арифметическим выражением, заполняя у ребенка, формируется как бы мышление, определенная структура, как выполнять то или иное задание, ну, а у нас как выполнять проект, из каких шагов состоит, эта последовательность шагов, она запоминается, фиксируется в сознании ребенка, потом он учится обрабатывать, причем на таких интересных примерах, как собственное настроение, поскольку из странички в страничку он отмечал, какое у него было настроение, а тут он устроит график, и его можно сделать, опять же, соответствующий библиот. Итак, сегодня мы узнали, что такое проектная программа. Я надеюсь, что вы это поняли. Поняли, коллеги? Если не трудно, ответьте, пожалуйста. Зачем она и кто ее должен составлять? То есть составляется она коллегиально в школе, и за это должен кто-то отвечать. Все это обсуждается на педсовете, обсуждается с детьми, дети становятся активными участниками. Вот этой проектной деятельностью уже начиная с этапа составления проектной программы. Это очень важно, потому что это и есть такое понятие, как запуск проекта. Еще раз вот говорили о том, что дневники проекта обязательны, просто обязательно для введения, если дети сами не могут ввести эти дневники, то им нужно так или иначе помогать, там что-то распечатывать, чтобы они обязательно заполняли какие-то протоколы, постепенно либо пользуются вот этими частными дневниками, которые мы вам предлагаем, если вы, конечно, вам в будущем. Если нет, тогда составляете собственную проектную программу, действуете в соответствии с тем алгоритмом создания проектной программы и спускаете ее в начальную школу. Спасибо за внимание, дорогие коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...